В ночь на пятницу православные верующие отметили крещение Господне. В Самарской области на водоемах и при храмах приготовили около 70 купелей. В Самаре верующие могут погрузиться в прорубь на полевом спуске. Там дежурят медики, 73 спасателя, 16 единиц техники. Для купающихся созданы все условия. Работают теплые раздевалки, организованы безопасные спуски в воде. Спасатели настоятельно не рекомендуют погружаться в воду в неподготовленных для этого местах. Здесь оборудовано место в соответствии со всеми нормативными актами, со всеми средствами безопасности, техническими вооружениями и сооружениями. Для чего? Для того, чтобы не провалился лед, есть настил, есть теплые палатки, есть чай. Все сделано для комфорта. Если это не оборудованное место, мы опять же, как минимум, рискуем провалиться под лед. Так как рядом нет спасателей, оказать первую помощь достаточно будет тяжело. Глава Самары Елена Лапушкина в эту ночь была на полевом спуске, присутствовала на освещении проруби и оценила условия, созданные для тех, кто решил погрузиться в воду. Поздравляю всех наших православных жителей Самары, не только Самары, Самарской губернии, России, всех православных с святым праздником, крещением Господним. И по традиции, конечно, мы организовали купель. Мне кажется, что купель очень удобна для традиционного моржевания, для традиционного купания. Сделаны подходы, сделаны теплые раздевалки, есть чай, есть бутерброды. Поэтому все, кто желает, мы приглашаем окунуться в освещенной воде Волжской. И пусть это принесет здоровье, мир, счастье вашим семьям. Желающих окунуться в прорубь в эту ночь на полевом спуске оказалось немало. Ну, стараюсь, да, стараюсь по возможности. Заряд надолго, приятно победить себя, вот в этой палатке не сдаться, а дойти до конца и знырнуть. Не первый год, вот как раз с Кириллом ходим сюда. Каждый год практически уже сбился со счетом. Заряд эмоций, бодрость, поддержание здоровья. Просто захотела, потрясающе. Первый год, да, погружаясь. Идти, сходить в церковь на службу, набрать святой воды, окунуться. И будет благодать. Здоровую коленку хочу! Те, кто не смог искупаться в проруби ночью, могут сделать это сегодня. Спасатели и медики будут дежурить там до 20.00. Воздержаться от погружения стоит людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также тем, у кого имеются симптомы вирусных инфекций. Виктория Шаре, Константин Головин. События.